Здравствуйте, меня зовут Брайан, и я приветствую вас на нашем канале с обновленной Toyota RAV4. Это был первый в мире компактный внедорожник Кроссова, который дебютировал в 1994 году. Последний крупный редизайн произошел в 2018 году с выходом пятого поколения. С тех пор произошло несколько обновлений, а в этой модели впервые все они будут доступны одновременно. Если вы большой поклонник RAV4, посмотрите этот обзор. Мы рассмотрим, что изменилось, что нет, и решим, будет ли гибрид по-прежнему лучшим вариантом для вас. Давайте посмотрим поближе и выясним это. Из-за требований к безопасности пешеходов в передней части внедорожников имеются огромные зоны деформации, и их размещение под передней частью может привести к тому, что она будет выглядеть довольно выпуклой и непривлекательной. Стоит преклонить голову перед Toyota за то, что она смогла создать такой невероятно привлекательный образ. Эти угловатые линии действительно разбавляют эти выпуклости и делают автомобиль гораздо более презентабельным и интересным для глаз. Длина 4 метра 60 сантиметров или 181 дюйм. RAV4 показывает отличные результаты в своем классе. На него можно выбрать колеса размером от 17 до 19 дюймов. Если посмотреть на эти колеса на 19 дюймов, я думаю, что вы согласитесь с тем, что в сочетании с окрашенными колесными арками они выглядят гармонично. И я могу сказать, что такой размер также очень комфортен при езде, но об этом мы поговорим чуть позже. Нам очень хотелось привезти вас куда-нибудь, где мы могли бы показать вам, как именно двухцветная окраска влияет на эстетику этого автомобиля. А что может быть лучше, чем это место? Если Toyota говорит, что их автомобили хороши на бездорожье, они это и имеют в виду. 1 метр 69 сантиметров или 67 дюймов в высоту. В задней части автомобиля хорошо видна визуальная разница, которую создает крыши другого цвета. Внедорожник, как и положено, имеет довольно выпуклый стиль, особенно сзади, а потому мне нравится это разделение. А вот следующая новинка, представленная компанией, имеется возможность открывать багажник без рук, но в этой модели такой возможности нет. Только представьте себе, мои руки здесь, вы провели ногой под бампером, багажник открывается, а затем делаете то же самое, чтобы закрыть его. Это особенно полезная функция и я рад, что Toyota предупредила, что в этой машине ее нет, ведь я мог потерять много времени, размахивая ногой под бампером. А сейчас заглянем внутрь автомобиля, но сначала немного дополнительной информации. Я не только большой поклонник Toyota, но и долгое время владел и ездил на ней. К чему я это говорю? Давайте будем предельно откровенными. Большинство людей не устраивают вечеринок в день ее покупки и не рассказывают об этом всем друзьям. Причина в том, что мы не всегда покупаем Toyota, потому что безумно влюблены в их машины. В случае с RAV4, это часто происходит потому, что вы просто не можете позволить себе Audi, Volvo, а тем более Porsche, которые вы очень-очень хотели. Почему это важно? Потому как, хотя в этом автомобиле множество вещей, которые можно любить, и я хочу о них рассказать, Но есть и несколько моментов, которые не так уж и хороши. Давайте заглянем внутрь. Как я уже говорил, я большой поклонник Toyota. Поэтому я искренне недоумеваю, почему они так поступают со своими салонами. Это не самый дешевый автомобиль, а в автомобильном дизайне произошло множество достижений, которые дают вам множество вариантов подхода к концепции дизайна салона. Не хочу, чтобы показалось, что я слишком много жалуюсь. Дело не в том, что салон некрасивый или нефункциональный. И если бы у меня была эта машина, я бы улыбался каждый день при мысли о том, что сэкономил на эксплуатации, обслуживании и ремонте по сравнению с любым из его основных конкурентов. Но это не оправдывает некоторые решения, которые здесь применили. Если вы смотрели мой первоначальный обзор, то, возможно, уже слышали некоторые из моих мыслей по этому поводу. Но если нет, давайте вкратце рассмотрим, в чем заключаются мои основные претензии. Прежде всего, самый очевидный пример – информационно-развлекательная система. Ну же, Toyota. Можно было лучше постараться. Эти кнопки напоминают мне дешевую магнитолу из 80-х, хотя здесь используется резина, для того, чтобы обеспечить тактильные ощущения, визуально это выглядит неправильно. Кроме того, материалы не отличаются тактильным качеством, повсюду много твердого пластика. И хотя я не против этого, учитывая автомобиль в целом, я считаю, что Toyota могла бы лучше поработать. А в качестве примера рассмотрим дверь. Если Корнелиус сделает шаг назад, дверь выглядит хорошо, а она выглядит качественно собранной, но когда он подходит ближе, помня о том, что вы будете прикасаться к ней каждый день, вы увидите, что она не выглядит первоклассной. И это, на мой взгляд, не идет на пользу, ведь опыт владения, вождения и внешний вид подразумевают более высокий уровень качества. Например, если опустить взгляд на решетку дверного динамика, Корнелиус творит свою магию, он может сделать это для вас, одновременно снимая на камеру. Корнелиус, сможешь постучать по двери? Нет, я просто протяну руку и сделаю это сам. Все так и есть. Может, это и не самая плохая вещь в мире, и возможно, стиль для вас не самое важное. Но потратив свои деньги и выбрав этот автомобиль, я хочу, чтобы он меня радовал. И я считаю, что Тойота сделала многое для достижения этой цели в плане внешней эстетики, динамики вождения и производительности. На мой взгляд, они могли бы сделать салон немного лучше. Итак, разглагольствование в сторону, с этим мы закончили. Новый дизайн сидений, одно из самых заметных улучшений и их качество стало заметно выше. Они визуально привлекательны. Несмотря на то, что я люблю придираться, мне нравится это сидение, его легко чистить. Радует, что здесь используются новые, искусственные материалы, и это хорошо характеризует автомобиль. За это два больших пальца вверх от меня. И вот еще что. Особенностью новой версии является черная обшивка крыши, которая добавляет, скажем так, качество и немного больше стиля, дим в ее предшественнице. Это отличный пример того, что я имею в виду, когда говорю, что в салоне немного не хватает внимания к деталям. Это моя бутылочка для питья, который путешествует со мной по всему миру, чтобы я не получил обезвоживание. Она стандартного размера и я кладу ее в дверной карман каждого автомобиля, который тестирую. Это отличный показатель того, как будут работать вещи, когда вы их используете. Теперь посмотрите на это. Я могу назвать 20 небольших автомобилей, в которых вы могли бы это сделать, не повредив обшивку двери. Даже не знаю. Может я слишком придирчивый. Скажите мне, и дайте знать, если вы думаете, что я слишком много жалуюсь на салон. Однако, если вы считаете, что здесь не хватает еще нескольких доработок, пожалуйста, дайте нам знать. Я думаю, вы уже прекрасно поняли, как я отношусь к информационно-развлекательной системе. Она не в моем вкусе. Однако вы можете видеть, что это не самая отзывчивая или быстродействующая система. Если посмотреть вниз, во время навигации, то видно, что карта занимает очень маленькую площадь, и, как мы выяснили, является ненадежной и неотзывчивой при реальном использовании. Но хватит об этом, давайте двигаться дальше. Итак, в полностью цифровом мире, хотя это, возможно, не самые эстетически приятные элементы, я ценю наличие больших тактильных ручек, за которые можно ухватиться во время движения по трассе или бездорожью на любой скорости. Просто приятно, что органы управления находятся на своем месте и их легко найти даже в темноте. Если посмотреть чуть ниже, то можно увидеть, разъем для зарядки на 12 вольт и USB. Можно заметить, что не все функции обновились в этом автомобиле. Важно отметить, что Toyota называет это обновление промежуточным. В результате функции обновляются в разное время и в разных местах. На это есть веская причина. Но прежде чем мы перейдем к этим функциям, я хотел бы показать вам несколько других вещей. Это коврик для индуктивной зарядки. Как вы можете видеть, мне нравится фото Томаса в качестве обоев. На мой взгляд, это не самый лучший дизайн. S10 – не самый большой телефон в мире, но как видите, его не так легко здесь разместить. Вы можете включать и выключать зарядку с помощью этой кнопки питания прямо здесь. Так что, в зависимости от вашего телефона, все будет работать лучше или хуже. Отодвинемся немного назад, и теперь перейдем к двум функциям, которые мне очень нравятся. Рукоятка такая же, какой была всегда, но Toyota знает, как сделать ее прочной и удобной. Поэтому когда вы беретесь за нее, то получаете ощущение, которое должно быть во всех внедорожниках. Она действительно ощущается надежной и это меня очень радует. На мой взгляд, это просто фантастика. В современном мире миллион различных кнопок, для переключения режимов в различных конфигурациях и доступ к которым можно получить, откуда угодно. Кто-то очень хорошо все продумал, ведь это гениально просто. Я часто пользовался регулятором во время вождения и получил массу удовольствия. Нажмите для обычного режима. От вас не требуется ничего крутить по кругу. Поверните налево для ЭКО режима, направо для спортивного. Вы никогда это не забудете. И я был бы очень признателен, если бы смог переключить внимание Корнелиуса на дисплей. Если я нажму на кнопку включения обычного режима, спидометр станет белым. А в экономичном режиме вы увидите зеленое кольцо. Просто блестяще. Чего ждать от режима спорт? Ничего другого, кроме красного цвета для спидометра. Отлично. Еще раз вернемся назад и сможем увидеть главную центральную консоль с местами для хранения и дополнительными портами для зарядки. В соответствии с ранее упомянутыми промежуточными изменениями, можно заметить, что некоторые модели оснащены портами USB-C. Ключевые отличия можно найти и в других новых моделях, например, новые светодиодные фары, но это потому, что рынок Toyota довольно обширен. И если вы когда-нибудь будете пользоваться конфигуратором Toyota, то увидите, что там есть около 10 тысяч различных опций на выбор. В любом случае, если вы ищете что-то конкретное, вам следует сначала поискать это на вашем рынке, потому что это может быть недоступно во всем мире. Тем не менее, существует огромное количество опций. Вам не составит труда найти то, что вы ищете. А если нет, то одна из лучших особенностей Toyota заключается в том, что вы точно знаете, что получите. По крайней мере, она испытана временем и доказала свою надежность. Наш автомобиль поставляется в комплектации Style Selection, и это средняя комплектация. Скоро появится комплектация Adventure, которая сделает автомобиль более внедорожным. Но, чтобы вы знали, стандартная обивка сидений, тканевая, очень красивая, и я очень доволен этими гибридными сидениями. И я думаю, что вы получили довольно хорошее представление о том, что может предложить Toyota. Потратив все это время на жалобы по поводу передней части, я считаю, что как только вы доберетесь до задней части, то начнете чувствовать немного больше того, чего вы ожидаете от Toyota. Это автомобили для пассажиров, они созданы для этого, и были тщательно продуманы, чтобы обеспечить наилучшие возможные впечатления. Во многих, очень многих случаях здесь будут сидеть дети. Здесь очень легко поддерживать чистоту, очень удобно, и просторно. К Корнелиусу было отведено это место. У него длинные ноги, и его рост превышает 180 сантиметров, а мои ноги совсем короткие, но как видите здесь много места. Я могу сказать, что все очень хорошо собрано, а значит, выдержит любое издевательство, которое может устроить спортивная команда ваших детей. И не волнуйтесь, они не сведут вас с ума, когда будут сидеть сзади со своими друзьями, потому что здесь есть две удобные точки для зарядки всей электроники, которую они неизбежно будут использовать во время поездки. Это стандартная компоновка сидений, но есть несколько приятных штрихов, чтобы вы почувствовали себя немного комфортнее, пока находитесь здесь. Ладно, Корнелиус, на этот раз ты не застанешь меня врасплох, сказав, что багажник автоматический. Как и следовало ожидать от Тойота, практичность у которой на первом месте в списке причин, почему они так нравятся людям, здесь есть большой вместительный багажник объемом 580 литров. Если сложить эти сидения, то можно получить до 1690 литров свободного пространства, что очень важно, поскольку у нас полноценный гибрид. Выбирая подзаряжаемый гибрид, вам, очевидно, придется отказаться от немного большего пространства, из-за размещения батарей. Тогда у вас будет 490 литров или максимум 1604 литра. Интересно, что если поставить два типа гибридов рядом, вы не увидите, куда делось пространство багажника, но это имеет значение, потому что подключаемый гибрид имеет дополнительные 250 килограммов, из-за батарей. И это незначительно повлияет на расход топлива. Однако какой бы вариант вы не выбрали, я уверен, что места сзади будет более чем достаточно. Давайте посмотрим, что движет этой штукой. Итак, если вы хотите выбрать гибрид, вы всегда будете иметь дело с одним и тем же 2,5 литровым двигателем с системой VVT и полным приводом в стандарте, хотя передний привод также доступен и разница ощутимая. Это двигатель мощностью 178 лошадиных сил и электромотор мощностью 88 киловатт или 120 лошадиных сил. Таким образом, получается 222-сильная система. Какое значение это имеет? Вы также можете выбрать переднеприводную версию, что даст вам примерно на 4 лошадиные силы меньше. И я не уверен, что вы почувствуете разницу. Один из самых важных аспектов Toyota заключается в том, что, поскольку они являются такой экстраординарной глобальной компанией, количество различных опций, которые доступны не только с этим автомобилем, но и с этими двигателями, сильно зависит от того, где вы живете и что вам доступно. В целом доступно от 10 до 12 различных конфигураций двигателей, но все зависит от того, где вы живете. Общее количество уровней комплектации, доступных для этого автомобиля, составляет примерно 7-8. Опять же, в зависимости от того, где вы живете и что вам нужно, также будет существовать комплектация Black Edition. А эта модель на один уровень ниже максимальной. Итак, все навороты, которые мы видели на этом автомобиле, не обязательно являются стандартными для всех. Но вот что вы должны знать. Это гибридная платформа, которая в настоящее время активно продвигается. Очевидно, что выбросы углекислого газа будут снижены, и будущее будет полностью электрическим. Пока что этот полный гибрид представляет собой лучшее, что может предложить Тойота на данный момент. Единственный способ зарядить электрическую систему – использовать бензиновый двигатель. Поскольку бензиновый двигатель был самым популярным двигателем Тойота, я считаю, что он находится на грани изменения. Поэтому они полноценно продвигают подзаряжаемые гибриды в качестве альтернативы. Но есть несколько очень важных факторов, которые необходимо учитывать, если вы планируете выбрать этот путь. Первый из них, и он самый важный. Каким видом вождения вы занимаетесь на регулярной основе? Один из сотрудников компании рассказал нам, что там, где он живет, есть фотоэлектрические батареи, а 99% его поездок составляет 20 километров или меньше, потому что он живет недалеко от места работы. В этом случае подзаряжаемый гибрид будет более экологичным вариантом, поскольку он сам вырабатывает энергию. Однако если вы проезжаете большее расстояние по трассе и часто ездите дальше, то полноценный гибрид будет лучше. Если вы выбираете подзаряжаемый гибрид, вы будете иметь гораздо больший вес из-за дополнительных батарей. И очевидно, что это существенно влияет на эффективность использования топлива. Однако если вы выберете полный гибрид, вы, очевидно, не сможете зарядить эти батареи, если не будете ехать и использовать двигатель. Поэтому выбирай модель, подумайте о том, что вы собираетесь делать с автомобилем на регулярной основе. Я являюсь большим поклонником полного гибрида, поскольку считаю, что это хороший компромисс из двух лучших вариантов. Однако если бы я использовал свой автомобиль только для коротких поездок или жил в городе, подзаряжаемый гибрид мог бы иметь большой смысл. На самом деле вы сами должны решить, что для вас лучше. Вот мы и добрались до вождения. Большинство людей знают, что RAV4 был представлен в 1994 году. Но мало кто знает, что первая полностью электрическая модель была доступна с 1997 по 2003 год. К сожалению, она была доступна широкой публике только с 7 месяцев в 2002 году, потому что все остальное время она была доступна только для бизнеса. К счастью, 500 из них все еще живы. Все это говорит о том, что RAV4 в электрической форме, не первая вылазка Toyota на рынок. На данный момент он доступен только в виде гибрида с передним или полным приводом, как у нас сегодня. Но я уверен, что вскоре появится еще один полностью электрический RAV4. Однако на данный момент электрический гибрид, на котором мы едем, имеет суммарную мощность в 222 лошадиные силы. И в результате получилась довольно удивительная картина. Итак, во время своей предыдущей тирады я упомянул, что в покупке, владении и вождении Toyota есть свои преимущества и недостатки. И как только вы преодолеете разочарование от внутренней отделки, вы поймете, что все, чего вы ожидаете от Toyota, превосходит ваши ожидания на порядок. Кроме того, как уже говорилось ранее, одна из вещей, которую я всегда ценил в Toyota, это то, что когда они говорят, что их автомобили могут ездить по бездорожью, они имеют в виду именно это. Это уверенная и спокойная езда. Подводя итог тому, что я уже сказал ранее Корнелиусу. И я не думаю, что это справедливо для всех, но это подводит итог этому автомобилю и подобным впечатлениям для меня. Если бы я отправился покупать автомобиль в этом сегменте, который я действительно, действительно хотел, попробуйте угадать, какой бы я выбрал. Итак, я думаю, что он мне понравится в первый день и, возможно, даже в первую неделю. Но после этого, по мере знакомства, я могу заметить несколько недостатков тут и там. И я начинаю фантазировать о своей следующей машине. Что я могу сказать, из личного опыта общения с Тойотами, так это то, что с ними ситуация полностью обратная. Когда вы покупаете их или садитесь в них в первый раз, вам в них не нравится абсолютно все. Я ненавижу эту информационно-развлекательную систему. Форд занимает второе место в моем списке самых ненавистных современных информационно-развлекательных систем всех времен. Я не уверен, почему они спроектировали систему в своей Фиеста именно так, но она ужасна в использовании. Но я могу сказать, что эта система еще хуже. Она не доставляет никакого удовольствия при использовании. Даже если допустить возможность того, что использование экрана улучшили, а процессор ускорили, удобство использования и пользовательский интерфейс крайне плохие. Пользоваться этой системой – никакого удовольствия. Отбросив все это в сторону, одно из преимуществ вождения Тойота заключается в том, что чем больше вы на ней ездите, тем больше она вас вознаграждает. Вам никогда не понравится информационно-развлекательная система. Наоборот, вы научитесь ее игнорировать. Все настройки, которые вы хотите, в большей или меньшей степени, исчезнут, как только вы привыкнете к их регулируемости и адаптивности. По мере того, как вы будете пользоваться автомобилем все чаще и чаще, вы будете чувствовать себя все более и более счастливым. И причина в том, что это очень хорошо собранный автомобиль. Это самый захватывающий автомобиль, который вы когда-либо водили. Нет. Является ли он самым быстрым автомобилем в своем классе? Нет. Является ли он самым надежным автомобилем, который вы можете водить? Нет. Нет, но то, что у него есть, так это то, что он тщательно отлажен сверху донизу. Поездка на нем ощущается именно так, как должна. Что именно я имею в виду? Каждый аспект того, как этот автомобиль взаимодействует с вами как с водителем, хорошо сбалансирован со всеми остальными аспектами. Сидение удобное поддерживает вас. Это не самое спортивное сидение, в котором я когда-либо сидел, и не самое динамичное. Это не самое удобное сидение, но это лучший компромисс между всеми этими факторами. А круговой обзор. Это отличный способ подвести итог. Он идеально подходит для внедорожника. Руль очень удобный, он не слишком большой и не слишком маленький. В самый раз. Тормозная система точная. Она не динамичная и не спортивная, но вы ощущаете уверенность в ней. Касаемо ускорения, Toyota сделала более чем достаточно, чтобы максимально использовать эту гибридную функциональность, чтобы дать вам такую мощь, которая даже в RAV4 способна немного взволновать вас, а это небольшой подвиг. Возможно, вы сейчас думаете, Брайан, это ведь тест-драйв. Почему ты не елишь? Мы едем через Альпы, и я часто стою в пробках, но это дало нам прекрасную возможность увидеть, как этот автомобиль ведет себя в таких условиях. Знаете что? Все соответствует ранее сказанному. Это компактный внедорожник, просто золотник. И разница между ним и другими автомобилями заключается в том, что как только вы начнете ездить на нем, вы быстро забудете обо всем, что вас в нем раздражает. И вы быстро поймете, почему в разные периоды своего производства он был и остается на многих рынках. Это самый продаваемый внедорожник в своем классе. А все потому, что он отлично справляется со всем, за что берется. На этом автомобиле вы можете проехать от одного конца континента до другого. И я гарантирую, что в конце вы будете более счастливы с ним, чем в начале. И таких машин, мягко говоря, не так много. Так обеспечивает ли гибрид идеальный баланс мощности, производительности и эффективности? Нет, это не так. Есть другие автомобили, которые справляются с этой задачей гораздо лучше. В конце концов, это внедорожник, но баланс выбран правильный. Он обеспечивает достаточно динамики, чтобы вы были довольны тем, как он справляется с динамикой движения. Рулевое управление достаточно жесткое, но не чрезмерно. И мощность именно та, которая вам нужна. Итак, вот что я бы вам сказал. Если вы ищете автомобиль, который удовлетворит всем вашим требованиям, то ищите дальше. Как я уже говорил ранее, если вы выбрали Toyota, то, вероятно, вам пришлось пойти на компромисс. Но я могу вас заверить, что за то время, что вы будете владеть этим автомобилем, он вас не разочарует. Если только вам не попадется невезучий. Я имею в виду, что у каждого производителя есть неудачный автомобиль, но он не только не разочарует вас, но в итоге вы почувствуете, что сделали правильный выбор, потому что он не разочарует. Он расскажет вам все, что нужно знать о нем. Это именно то, что он делает. И он будет выдавать это километр за километром. Если вы захотите ее купить, возьмите одну на тест-драйв, но отнеситесь к ней со снисхождением. Здесь много жесткого пластика. При цене менее чем 50 тысяч евро, это кажется потерей денег за то, что всегда кажется немного дешевым в некоторых аспектах. Но вы не поймете, куда были потрачены эти деньги, пока не проедете 70 тысяч миль на этом автомобиле, со всеми его недостатками. И их много, но поверьте мне, вы забудете о них, проехав приличное расстояние. Вы будете просто счастливы и чувствовать себя комфортно, потому что этот автомобиль доставит вас куда угодно. Это самое главное. До сих пор я обсуждал различные аспекты управления этим автомобилем, которые мне нравятся. И я считаю, что теперь мне следует упомянуть пару вещей, которые, по моему мнению, можно было бы улучшить. Шумоизоляция в салоне, первый из них. Сейчас мы едем со скоростью около 80 км в час. В салоне не тихо, и это при стандартных шинах. Так что не похоже, что мы делаем что-то сложное, чтобы вылететь с дороги, но как вы можете услышать, когда я набираю скорость, даже небольшой шум в задней части салона значительно увеличивается. Поэтому если вам абсолютно необходима тишина в вашем автомобиле, вам определенно стоит испытать это самому. Еще один момент, о котором следует упомянуть, это способ отображения информации для водителя. Да, у вас есть выбор, вы действительно можете многое настроить. С другой стороны, сочетание аналоговых приборов по бокам и цифрового дисплея в центре плохо продумано и не очень хорошо сочетается с информационно-развлекательной системой. Поэтому если вам нужно получать информацию быстро, легко и просто, это не лучший вариант. Все эти системы, конечно, были обновлены, но я не заметил, что при этом что-то поменялось. Так что вам действительно нужно попробовать, чтобы понять, сможете ли вы с этим жить. Это важное замечание. Android Auto и Apple CarPlay теперь доступны на этом автомобиле, но не обязательно входят в стандартные комплектации всех моделей. Изучите эти два варианта, потому что я гарантирую, что вы захотите использовать один из них для навигации. Мы провели много времени, катаясь по Альпам, пытаясь использовать автомобильную навигационную систему. Если быть справедливым к любой системе, то гора, очевидно, является худшим местом для этого из-за отсутствия связи с любой из вышек. Но кроме этого, этой системой просто неприятно пользоваться. Она работает и доставит вас туда, куда вам нужно, но вы должны надеяться, что не возникнет никаких отклонений, как это случилось с нами, например, закрытие дороги, потому что она не очень хорошо с этим справляется. Если у вас есть выбор и вы можете немного растянуть бюджет, Apple CarPlay или Android Auto являются обязательным приобретением. Это единственные придирки к вождению. Все остальное работает безупречно. В наш полностью цифровой век, я должен сказать, что пользоваться климатической системой, это одно удовольствие. Приятно иметь возможность протянуть руку и получить именно то, что ты хочешь. Помимо этого, крен на этих скоростях, и даже немного выше, на самом деле довольно малый, по сравнению с тем, что вы могли бы ожидать. И нет никаких существенных сбоев. Все отлично управляется, прекрасно сбалансировано и хорошо отделано. Внедорожник остается внедорожником. Так что, если вы не готовы потратить много денег, я все же думаю, что был бы гораздо счастливее в автомобиле, более низком, быстром и динамичном. А если вам нужно быть намного выше на дороге? Трудно представить, как в этой ценовой категории Toyota удалось добиться такого распределения веса. Это одна из причин, по которой этот внедорожник является одним из самых продаваемых в своем классе во всем мире. Помимо лайка и подписки, посмотрите эти обзоры. Tucson сравнивается с Tiguan. Если вас интересует этот автомобиль, вам стоит это увидеть. А также Mazda CX-5, интригующая перспектива. Но не верьте мне просто так. Посмотрите, что скажет Томас. Субтитры создавал DimaTorzok